Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Сегодня у нас с Германом и Кристиной второй игровой день. Борьба в самом разгаре. Ребята, расскажите, какие у вас впечатления после первого игрового дня? На борьбу в дальнейшем настроены или кто-то хочет сдаться прямо сейчас? Я только знаю, что надо сражаться до последнего. Молодец! Кристина, ты как? Тоже так же настроена? Да. Правильно, это правильный настрой. Мне нравится ваш боевой настрой. В стране безопасности, Герман Кристина, есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытания. Вчера с этим условием вы уже столкнулись. А сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да. Хорошо. Тогда самое время начинать наш первый конкурс. Тема нашего разговора, как и вчера, это правила поведения при укусах, ушибах, ожогах, вот, и при встрече с животными. Ребята, мы с вами вчера разгадывали кроссворд. Всем очень понравилось это делать, насколько я помню. Сегодня у нас будет с вами тоже похожее задание. Называется оно «Сложи слово». Ребята, я вам буду загадывать загадку, а вам необходимо будет отгадку составить вот из этих букв, которые я вам раздаю. Поскольку задание не из легких, я вам даю подсказку. Первое слово будет начинаться с буквы «Л». Направляйтесь каждый к своему стенду. Герман, твой стенд справа, а твой кристина слева. Итак, первая загадка, отгадка начинается на букву «Л». Это милая пора, солнце, отдых и жара. Ну-ка, пишем букву, слово. Задание на скорость, не забывайте. Кто справится, скажите «Я готов, справился». Я готов. Ребята, правильная отгадка, это действительно лето. Отгадали правильно? Единственное, Герман немножко ошибку сделал. Кристиночка была быстрее, поэтому Кристине три фишки за правильный ответ и за скорость, а Герману две фишки за правильный ответ. Так? Слушаем вторую загадку, ребятки. «Я на пляже провалялся и почти не одевался. Бронзовым теперь я стал, ведь прилип ко мне. Я на пляже провалялся и почти не смотрим». Кристина, сами. «И почти не одевался, бронзовым теперь я стал, ведь прилип ко мне». Что-то могло прилипнуть, Герман. На пляже, когда проваляешься, так прилично времени. Все, справилась Кристина, Герман в раздумьях. Правильная Кристина, это действительно загар. Правильный ответ и быстрый. Поэтому Кристине три фишечки, три фишечки. А Герман будет гадать следующую загадку, да? «А чего у нас тепло?» «Это с неба припекло, через облако оконце шлет лучи на землю». Что шлет лучи? Вот теперь составляем слово. А раньше времени не нужно. Я все. Так, Герман готов. Так, Кристина закончила. Герман, единственную последнюю букву... Что это у тебя за буква в конце? «Е». «Е». А «Е» буква в эту сторону пишется так? Вот правильно, переверни. Вот так теперь верно. Действительно, это в этой загадке шла речь о солнце. Герман справился правильно и быстро. Кристина тоже отгадала загадку правильно, поэтому тебе две за правильный ответ, Кристин. А Герману две за правильный ответ и одну за скорость. Так, слушаем четвертую загадку. «Бьются волны о песок, через них я прыг до скок, широка и глубока, наша с волнами». Что там широкое и глубокое? Молча делаем все. Я все. Отлично, справился уже Герман. А Кристина что-то так и не начала, не успела, потому что Герман слишком шустрым был. Так, Герман, правильный ответ и быстрый, поэтому ты зарабатываешь три фишки. Молодец. Присаживайтесь, ребята, присаживайтесь. Ребята, первый конкурс завершен, и пора перейти к следующему этапу, а именно ко встрече с нашим хорошим знакомым доктором Артемом Витальевичем. Внимание на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Я рад вас снова видеть. Скажите мне, пожалуйста, а вы любите посещать различные детские игровые площадки? Да! Это, конечно, весело и безумно увлекательно, но на этих площадках нужно быть очень осторожным, чтобы не случилась беда или неприятность. Вот ответьте мне на вопрос, что вы будете делать, если вы сильно ударились и получили ушиб? Герман, что ты будешь делать, если сильно ударишься и получишь ушиб? Я позвоню либо в скорую помощь, а если рядом родители, сообщу им об этом, и мне поможет либо зеленка, либо еще что-то. О, при ушибах зеленка вряд ли поможет. Ну ладно, хорошо, твои действия понятны. Федесиночка, а ты как поступишь? Я попаду домой, скажу маме, а она мне заделает ранку. Хорошо, слушаем доктора. Ребята, надеюсь, то, что я вам сейчас расскажу, в жизни вам не пригодится. А вот в сегодняшней игре и финале отвечать на вопросы по этой теме вы обязательно будете. Итак, запоминайте. Первая помощь при ушибах – это охлаждение места ушиба и давящая повязка на место ушиба. Все это надо сделать как можно быстрее. Холод накладывается на место ушиба для того, чтобы не допустить отек. Ушибленное место требуется приподнять вверх, если это рука или нога. Ну и, конечно, на начальном этапе важно снять боль. Здесь подойдет любое обезболивающее средство, но помните, самостоятельно принимать лекарства категорически запрещено. Если боль не проходит, следует вызвать скорую помощь по телефону 103. А на сегодня это все. Удачи вам и берегите себя! Ребята, ну и у нас с вами осталось еще одно контрольное испытание на сегодня. Конкурс называется «Зелено-красный». Берите карточки в руки, я читаю вам высказывание. Зеленая карточка обозначает правильное высказывание, вы с ним согласны, а красное – неправильное, вы не согласны. Ясно? Тогда начинаем. Первое высказывание. Если неосторожно вести себя на игровой площадке, можно получить серьезный ушиб. Хорошо, правильно, Герман. Только что-то ты поверни, чтобы мне было видно. Кристина оказалась быстрее, поэтому она получает за правильный ответ и за скорость две фишки. И Герман получает одну фишку за правильный ответ. Слушаем второе выражение, высказывание. Играть на строительных площадках вдалеке от дома можно. Так, неправильно, нельзя ни в коем случае играть, поэтому Герман здесь оказался прав. Кристиночка, нет, и Герману за скорость и за правильный ответ две фишки. Ой, подними, пожалуйста, Кристина. Ага, и Герману в коробочку. Хорошо. Нельзя играть, ребята, на строительных площадках, потому что это может быть очень опасно для жизни. Например, когда все краны работают, на тебя может что-нибудь упасть. Конечно, Герман, да. И можно всегда что-нибудь сломать. Вы на стройке никогда не гуляли? Я нет. Молодцы, так и нужно. Следующее выражение. Если ушиб сильно болит, надо выбрать самому таблетку и выпить ее. Молодцы. Вместе и правильно, ни в коем случае, ни в коем случае таблетки пить, самостоятельно понимать нельзя, определять, что подойдет, а что не подойдет. Только взрослым можно это делать, потому что они взрослые, их уже всему научили, а мы еще дети. Молодец, Герман. Совершеннолетние, только с 18 лет мы можем делать все, что хочем. Молодец. Все, знаешь? Умничка. Слушаем последнее высказывание. Первая помощь при ушибах это охлаждение места ушиба и давящая повязка. Правильно ответили, но чуть-чуть, Герман, оказался все-таки Кристиночка быстрее, поэтому ему две фишки, а тебе одно. Молодцы, ребята, кладите карточки на стол и быстренько считайте фишки, которые вы заработали сегодня, во второй игровой день. 15. И у Германа 15. Хорошо. Так, по итогам двух дней у Германа сегодня 15, было 12, итого 27, а у Кристиночки было 13, сегодня 8. Итого 21. Шесть фишек вас разделяет, всего лишь половина пути пройдена, но впереди еще целых две передачи, поэтому будем бороться и приближаться стремительно к финалу. До встречи завтра. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Пока-пока.